Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Продолжает развиваться ситуация с постыдным, скажем так, бегством так называемой России и ее Путина от того, что они хотели завалить зерновую сделку и остановить караваны судов для Африки, Азии, Латинской Америки, уходящей из Украины. Так вот, я уже рассказывал, как Байден сказал в результате этих событий, что, ну там не только в результате, там он говорил в общем по ситуации в Украине, что Путина надо, что этот чудик не может оставаться у власти. После этого, точнее, сразу же перед этим Эрдоган провел два часа в телефонных разговорах с Путиным, после чего Путин, посмотрите у нас на телеграм-канале, оно просто того стоит, ссылочка снизу, как обычно в описании, речь Путина или там, скажем так, жалкие объяснения Путина своей банде, своих вот этих вот головорезов, которые там сидят, Матвиенко, кто там, Шойгу, там, ну вот эта вот шайка-лейка. Почему и как они разрешили опять зерновую сделку? Ну, во-первых, не разрешили, вас никто не спрашивал, она шла мимо вас, ваше мнение никого не интересует. Но даже и не это важно. Посмотрите на его физиономию, на его жестикуляцию, как оно выглядит, чмошно просто, как оно, эти ручонки, что тебе там оно щучкает, мучкает, пытаетесь, что тебе там сказать. Это выглядит, сказать, что жалко и чмошно, это просто обидеть жалких чмошников. Ну, честно, они выглядят поувереннее. И вишенкой на торте ко всему этому, это такая коротенькая присуха Эрдогана в Анкаре. Интересно, журналистка его там спрашивает. Как он смог убедить Пуила вернуться в зерновую сделку? Интересен ответ Эрдогана на это все дело. Сначала я скажу об этом Байдену, ответил Эрдоган. Напомню, что сразу перед этим, буквально за несколько часов до этого, Байден сказал, что вот этого персонажа из Кремля надо убирать. То есть, налицо совместная работа двух лидеров, двух стран Турции и США с буйным пациентом, который явно присмирел и явно растерян. И уж точно не знает, что ему делать. Слава Украине!